Рязанские красавицы первыми смогли опробовать продукцию Макса Фактора. Именно здесь, в Рязани, на улице Соборной, в 1895 году он открывает парикмахерскую, при которой работает его первый фирменный магазин. Это потом его пригласят к императорскому двору и в Голливуд. А пока Макс Фактор открывает небольшую лабораторию, в которой активно экспериментирует. Он совершил настоящую революцию в декоративной косметике. А началось все с изучения минусов конкурента немецкой марки Лейхнер, которая считалась лучшей в театральном деле. Однако не подходила для киносъемок. Такой достаточно плотный, жирный. Он либо трескался на лице, либо под горячими софитами плавился. Поэтому использовать его было просто невозможно. Вот именно поэтому Макс Фактор и задумывается, что нужно все-таки сделать что-то другое, более щадящее для кожи. И в конце концов разрабатывает вот такой грим в тюбике, достаточно неплохо, который ложился на кожу, не выделял морщины, сглаживал какие-то неровности, что, естественно, звездам было по душе. Всем хотелось выглядеть на экране красивыми. Уникальную косметику в конце 19-го, начало 20-го века собирает Ксения Поначева. У нее уже есть более 50 предметов. Румяные пудры сохранились в оригинальной упаковке. Более того, некоторые из них еще полные. Цвета очень яркие, от алого до пунцового. Правда, и нужно их было немного. Звезды Голливуда, которые снимались в фильмах, которые очень прониклись этой косметикой, понравился им этот грим, они просят Макса Фактора проработать линейку средств для повседневного использования. Вот чем он, собственно говоря, тоже и занялся. Поэтому у него два таких крупных направления. Это именно киногрим, грим для кино и грим косметика для повседневного использования. Среди экспонатов про образ тонального крема и набор для студентов, которые обучаются гриму. Такой же набор находится в музее Макса Фактора в Голливуде. Здесь пробники как раз грима, жидкого грима, кремообразного, румяна, пуховочка для нанесения пудры, пудра сама. Ну вот, кстати, та самая щеточка, которой наносилась пудра, она очень мягкая. Вот здесь вот на фотографии можно как раз увидеть, как он с одной из голливудских звезд сидит. И вот на столике лежит как раз вот эта вот щеточка. Интересно, что Макс Фактор использовал не только свое имя в качестве бренда, но и изображение. Его портрет украшает все виды продукции. Причем год от года можно заметить взросление известного косметолога. Хотя стоит отметить, что жизнь Макса Фактора очень плохо исследована. Этим занимался лишь один историк. Судя по временным рамкам, именно в это время, в Рязани или не в Рязани, но именно в это время он знакомится со своей будущей женой, женится, у них рождаются дети. И уже в 1904 году он окончательно эмигрирует из России. То есть период пребывания его в Рязани был достаточно коротким. Но тем не менее, все-таки, да, первые эксперименты, скажем так, с косметикой он ставил именно здесь. Однако музеев декоративной косметики в России практически нет, поэтому коллекция Ксении уникальна. Пока ее можно увидеть лишь на мероприятиях, например, на улице Почтовой в эту пятницу. Постоянной экспозиции нет из-за отсутствия помещения. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».